В канун Дня независимости Казахстана в Риме открылся информационно-культурный центр Абая. При содействии наших дипломатов и сотрудников Казахстанского национального бюро по переводам бессмертные произведения Абая Кунанбаева переведены в этом году на итальянский язык. К 175-летию великого казахского писателя и просветителя в посольстве Казахстана в Италии презентован первый сборник его поэм и слов назиданий. Работа центра началась с выставки произведения Абая и изданий о нем, предоставленных фондом Национальной академической библиотеки нашей страны. Из-за пандемии коронавируса мероприятие прошло в так называемом гибридном формате. Представители академических кругов, поэты и журналисты из Казахстана, Германии и Венеции присоединились к церемонии открытия дистанционно, а итальянские литераторы и журналисты, главы почетных консульств в Италии и ее регионах, а также казахстанские студенты смогли прийти на открытие центра в здании дипломатического представительства Казахстана в Риме. Открытие центра Абая, а также появление его книги со всеми его произведениями на итальянском языке, это отлично повлияет на взаимоотношения между Казахстаном и Италией, поскольку отныне итальянцы, я как студент могу заверить, что я буду делиться этой книгой со всеми своими одногруппниками, со всеми своими друзьями. Я надеюсь, что итальянцы будут читать нашего великого поэта, отца нашей литературы, нашего величайшего философа. Есть что-то общее между итальянской литературой и универсальными произведениями Абая. Когда я была в Казахстане, я читала его на английском, но теперь могу и на моем родном языке. Это большое достижение, так же, как и открытие центра Абая в Риме. Это будет местом для сближения наших культур, потому что литература и чувства универсальны. Неважно, казах вы или итальянец, есть вещи, которые откликаются прямо в сердце, в чувствах и человеческой сущности.